есть 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 вот пожалуйста красоту а то же счастье не рыба старк дам не проговорить на камеру какое классное место сейчас я старк отпустим рыбку друзья всем привет вы на канале фаворит фишинг и сегодня у моих гостях саня саням очень хороший товарищ он буквально недавно приехал с норвегии и мы решили вырваться на рыбалку половичу q у нас уже начало февраля тепло по-прежнему зимы нет еще на сегодня особый гость старк она будет сегодня помогать ловить рыбку а вы посмотрите 6 получится очень хочется уже забросить поймать щуку сегодня главная цель нашей рыбалки щука может какой-то батл интересный проведем не знаю но джиг щука оставайтесь с нами не переключайтесь друзья я не знаю чем это связано но в нашем регионе все никак зима не может нормально наступить так как я человек очень теплолюбивый я хочу чтобы побольше было такой погоды единственный минус вода воды практически нет уровень очень слабый но рыбалку никто не отменял возможно этими щуками я вас уже немножко и достал но условиях нашего региона пока природа и погода диктует свои правила несмотря на небольшой ночной мороз все-таки нашли участок открытой воды и этот участок открытой воды должен нам сегодня принеси щуки хотя он ничего никому не должен стальная скрутка руках малька до 18 искай удивитесь но четырехтысячная стела малой речки четырехтысячная стела выглядит смешно не спорю но давно и не рыбачил в основном днепр на каких-то водоемах где есть большая крупная рыба я ее беру и решил сегодня взять сочетание со скайлайном друзья прокидали это место вроде бы как перспективной но поклевок не заработали сейчас переместимся дальше тут хорошее место бачишь течение а на часах порядка пол дня наверно даже чине часов 11 ловим буквально немножко но время еще есть наш сегодня фартовый гость программы старк я думаю он нам принесет удачу до старк была друзья была очень классная яркая злая поклевка с под коряжки ударила рыба согнула поводок и ну не за секлась когда мы подошли на место я саньки говорю здесь рыба никогда не клюет с первых забросов рыбка вроде бы не укололась и сейчас можно будет до ловить я хотелось бы конечно и ситуация какая в этой обратке тут под водой камни в этих камнях рыба скрывается классная поклевка на вот порезала порезала друзья места ниже перекатов которые образуют собой такие небольшие как ямки обраточки это первые места на которые стоит обратить внимание на неизвестной вам речке или вообще на водоеме с течением ниже перекатного каскада всегда существуют при ямки а тем более если работы с джигом ты пробиваешь и ищешь там активную рыбку понятно для зимы течение и холодная вода рыбе комфортнее просто отстаивается местах без течения скажем так без сильного течения всегда стоит не пренебрегать 35 заброса много не нужно у максимум если это место перспективный очень понравилось можно 10 забросиков сделать но зачастую в 90 процентов случаях если рыба активная она готова кушать она клюнет буквально сразу потопали дальше погода реально весеннее аж как-то странно зимы толками не было не знаю возможно в марте засыпет нас по пояс есть 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 вот пожалуйста хорошая щука на обраточки все как положено бланк спиннинга и мы открываем друзья счет этой красивой дикой это не платник это великолепная речка тетерев вы посмотрите на эту красоту это же счастье не рыба переливается на солнце ну такая же грамм под 600 фиолетовый дип джен и бак и пьявки на ее теле нам говорят о том что рыба пассивная то успокойся то я тебе щас отпущу и не буду тебе мучить вот такая вот красивая можно сказать февральско-мартовская щучка я просто какие переливы какие красивые великолепно друзья первая рыба места ниже перекатов это одни из самых красоточку аккуратненько танцуй юрка тетя так ушла подошли к месту места ниже переката они одни из самых перспективных на это есть несколько причин одна из причин тиховодные участки с водой и глубина ну зима февраль меж сезонья не рыбе еще стоять как в мае головлю на течение нет она стоит на яме это очевидно подошел к месту сделал несколько забросов не заработал поклевок чуть-чуть спустился ниже и тут же заработал хорошую классную поклевку открываем счет этой щучкой ну для микроречки для малой речки для такого периода щучка грамм 600 650 уже неплохое начало ловим порядка получаса санька деда со старком убежал сейчас я наберу потянусь к ним речка маленькая разделились и решено поработать на разные типы приманок сейчас догоним пацанов и посмотрим что у них а вы не переключайтесь оставайтесь нами сделаем еще просто бросов место перспективное на перспективном месте на ямке можно с одной точки поймать несколько щук лично мне так удавалось ловите ли вы несколько рыб с одной точки пишите пожалуйста в комментариях была у меня поклевка была у сани поклевка щука такая рыба которая тоже нужно подобрать ключик не всегда все просто и не все так просто вроде бы казалось бы дальние участки дикого тетерева рыбу очень много ну я бы так бы не утверждал нужно поработать нужно поработать друзья там же произошла поклевка тут же самый фиолетовый заработал активность и подтверждение моих слов опять же с одной точки с ямки можно поймать несколько щук друзья вот подошли так 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 не кусать шнур тигр подошли друзья мои коллеги по увлечению да старк рассказываю ребятам что поймал щуку сани говорит яма во льду но все равно в любом случае нужно проверить я думаю будет целесообразнее туда реально на пеналнообразные места я прохожу саш эту яму первый делаю заброс четкая классная поклевка ну такая грамм 600 650 сейчас покажу на зеркалке фотки вытаскиваю тут же сама бросаю поклевка еще держу рыбу сход вот это вот буквально за последних пять минут не бежит старк я тебя брошу есть друзья вот пожалуйста еще одна щучка с под кромочкой травы так старк 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 фу друзья подошел под так хитрюга мы рыбку отпускаем до подошел к очень такому интересному ты смотри старк дам не проговорить на камеру да на састик ты щас ты с хвостом сбьешь штатив все давай уходи с кадра друзья подошел к месту очень локальному речка делает поворот на повороте при ямке стоят вот такие вот небольшие карандашики и коряга образуются до рыбе какие-то укрытия еще раз повторюсь благодаря эмельки медиум лайт до 18 можно рыбу сманипулировать вытащить на кромку для малой речки такое удилище не нужно но она помогает извлечь рыбку сработал опять же джан и бак 3 грамма вольфрам стриная скруточка и такой вот карандашик по холодной воде один из самых перспективных цветов приманки это оттенки фиолетового вода чистая и рыба на фоне неба и в прозраке воды хорошо замечает вот такой вот цвет приманки понятно каждый регион каждого рыболова могут быть свои приоритеты так же саму рыбы но больше всего поклевок и вначале у нас было сани поклевка на фиолет одну щучку я поймал и второго этого карандашика доловил вера в приманку или просто выпираю с него я не знаю но она реально работает сейчас еще раз эту точку обработаем может что-то удастся поймать и будем дальше продолжать нашу ловлю возможно куда-то еще перейдем на какой-то другой участок так как тигр так как открытой воды относительно мало и хочется побольше порыбачить именно по открытой воде друзья просто необычайной красоты поворот за глубиной таких местах хищник просто обязан стоять была поклёвка была поклёвка друзья откусил отбила пол рыбки если не укололась старт не шуми я тебе умоляю немножко поменял вектор забросах хочу сделать сервис забросов непосредственно с другого ракурса такое часто друзья выручает когда случилась поклёвка вы рыбу не добрали но место перспективным всегда обойдите его с другой стороны и попробуйте другом амплуа обрисать есть 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 ой хорошая друзья это какая-то завела в коряге это какая-то классная место сейчас я попытаюсь вам про него сань повороты рек кстати 5 это какая-то мифическая просто уже приманка и такая вот красотка ну я думаю на скидку грамм уже 700 наверно крупнее той самой первой уже третья рыба дикая красивая активная и вы же видите формат самой речка вы видите какой низкий уровень воды и активность сегодня очень нестабильно непонятная какая-то то есть я не мог привязаться конкретно к рыбе какой-то фишки но одно знаю фиолетовый кейтек и зишанер просто можно сказал рыбалку но мы еще будем ловить красота друзья я так старк ты уже ты уже старк мой помощник нельзя по спортивной методике щучку мы как-то аккуратненько главное чтобы я сюда не съехал старк отпустим рыбку да ох смотри как ушла смотри 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 и сразу на яму старк все ты уже бутрики наши все посъедал так что вам отсюда вылезти классические повороты рек которые образуют обратное течение там всегда стоит рыба подошел . буквально с первых старк это звезда youtube и вылазь он ищет рыбу просто он видел что я отпустил и хочет ее скушать но подошел к повороту сделал несколько забросов буквально верно со второго заброса тут же поймал ну такую же приятненькую тоже грамм 650 может даже 700 не было весом не взвешивал но уже три рыбы в зачете и все три рыбы пойманы на электрик джен и бак от кайтека старк ты злодей вот и подошла к нашему логическому завершению сегодняшняя рыбалка она была хоть и трудовой но очень интересной на дворе плюс 6 первые числа февраля реально тепло ну как весна даже гуляли когда по лесу будет ломаные кем-то ветки кленовые из них капал сок такое впечатление как будто реально весна но такая погода такая зима и для спиннингиста береговика это только на руку всю рыбалку нас преследовал старк поднимала настроение вышла классная прогулка поймали три щуки санька к сожалению заработать несколько поклевок ну не удалось ему поймать эта рыбалка это нормально мог бы я не поймать но сработало несколько фишек есть какой-то определенный опыт с которым бы я хотел сегодня с вами поделиться всю рыбалку я рыбачил на мальку восемьдесят шестую из четырехтысячной стелой просто давно ее скажем так не проветривал взял единичка ниточка и работа возле кромки льда работа с разными типами приманками принесла определенный результат были еще поклевки но сегодня был просто какой-то бенефис одной приманки это электрик джен и бак из и шайнер это кейтек в 3 дюймовом размере 3 грамма вольфрам таурнам от 1.0 стальная скруточка флюру ну все как положено в принципе и щука ловилась щука поймалась и мы остались довольны так что друзья вот такой вот у нас был день сань понравилась тебе рыбалка чувствительности конечно мы снасти в таких условиях не хватало но тем не менее поклевки у я были две штучки у меня поклевки но реализовать их не смог все-таки для такой речки чувствительность решает решает добыли засыпать веточки были несколько поклевочек холостых вот она прикусила и ты просто вырываешь у нее приманку изо рта вынимаешь пол приманки в принципе нет но для такой аномальной зимы это было очень великолепно не знаю друзья рыбалка была эмоционально классно хоть и трудовая но шикарная вы оставайтесь с нами подписывайтесь на канал favorite fishing пишите комментарии любите ли вы малые реки любите ли вы животных ставьте лайки задавайте свои вопросы мы пошли переодеваться